Самые заметные события этой недели в выпуске новостей тынды. С вами Евгения Пащенко. Здравствуйте и в ближайшее время вы увидите. Капитальный ремонт в семиэтажном стационарном здании Тынгинской больницы идет полным ходом. Срок уплаты налогов не позднее 2 декабря текущего года. Международный день матери отмечается на этой неделе. Городской конкурс «Леди в погонах» определил лучшую работницу силовых структур города. Чем заняться на предстоящих выходных? Об этом и о других темах расскажем прямо сейчас. Определена общественная территория для благоустройства в 2020 году. Горожане предложили 5 своих вариантов. Спортивную площадку между школой номер 2 и детским садом «Радуга», городской парк культуры и отдыха, сквер рядом с администрацией Тынгинского района, Московский бульвар с устройством световой аллеи и территорию в районе городской мэрии и торгового дома столичным. 35% из общего числа голосовавших выбрали спортивную площадку между школой и детским садом. 28% проголосовали за парк, 15% выбрали сквер рядом с районной администрацией и 6% за территорию в районе городской администрации и торгового дома столичным. Сейчас идет сбор предложений от жителей Тынды по благоустройству выбранной территории. Какие спортивные тренажеры и площадки, игровые комплексы, парковки, малые архитектурные формы необходимо здесь оборудовать. Свои заявки можно приносить в приемную администрацию. Кабинет номер 23. В 2021 году откроется семиэтажный корпус Тынгинской больницы. В здании, которое не эксплуатировалось почти три года, сейчас идет капитальный ремонт. На объекте побывала наша съемочная группа. В декабре 2016 года стационар отделенческой больницы на станции Тында был передан из Акционерного общества российской железной дороги в Министерство имущественных отношений Амурской области. А затем оперативное пользование Гаусс-Тынгинская больница в запущенном техническом и косметическом состоянии. Здание простояло почти три года. И вот теперь на объекте ведутся капитальные ремонтные работы. Было выделено 34 миллиона рублей из областного бюджета. На эти средства в семиэтажном корпусе уже полностью заменили двери. Сейчас продолжаются работы по установке окон. На каждом этаже их по 60 штук. В начале нового года ожидается поступление второго транша. Из резервного фонда страны в Амурскую область поступят 170 миллионов рублей, которые предназначены для капитального ремонта Тынгинской больницы. В этом году, когда приезжал к нам помощник президента Российской Федерации Левитин, при встрече с этим высокопоставленным чиновником губернатор нашей Амурской области обратился с просьбой о финансовой помощи, вернее, вводе в эксплуатацию этого типового медицинского здания. Немалую важную роль сыграл наш знаменитый Бамовец, который выступил в Совете Федерации и обратился лично к Валентине Ивановне Матвиенко с просьбой о выделении целевых денежных средств и капитальном ремонте данного здания для того, чтобы организовать здесь качественную медицинскую помощь для жителей как города, так и всей Бамовской, притрасовой регионом, вернее, Бамовскому региону. В 2019 году принято решение уже за подписью Валентины Ивановны Матвиенко о внесении отдельной строкой в консолидированный бюджет Российской Федерации этих целевых средств. Уже готовится техническое задание, проектно-сметная документация имеется, она прошла согласование в госэкспертизе и в рамках этой финансовой помощи будет выделено 170 миллионов, которые должны быть освоены в 2020 году. На всех этажах корпуса проведут работы по замене вентиляционной системы, отоплению, водоснабжению и водоотведению. Полностью заменят электрику, произведут штукатурно-малярные работы, заменят приборы освещения и пожарной сигнализации. На первом этаже здания расположится диагностическое отделение и приемный покой, первичная хирургическая обработка, прием терапевтов. Здесь же будет находиться кабинет функциональной диагностики и компьютерной томографии. На первом этаже будут проводиться эндоскопическое исследование и лучевая диагностика. Если пациент нуждается в госпитализации на какое-то неопределенное время, то есть диагност еще не выставлен, не определен его профиль пациента, есть диагностические палаты, куда пациент будет определен на некоторое время и будет дожидаться своего диагностика. На втором этаже здания будет находиться администрация и отделение скорой помощи. Третий этаж будет отдан под физиотерапию, спид-лабораторию и клиническую лабораторию. Детскому соматическому отделению будет отведен четвертый этаж с 40 койками местами для лечения маленьких пациентов. На пятом этаже будет находиться терапевтическое отделение и первично-сосуистые. Для пациентов с инсультом и инфарктом будут отведены палаты интенсивной терапии. Шестой этаж – это хирургическое отделение с травматологическим центром. Реанимационное отделение с операционным блоком будет на седьмом этаже. Открытие учреждений здравоохранения намечено на 2021 год. Я надеюсь, что к концу 2020 года здесь завершатся ремонтные работы. Мы пригласим органы санэпиднадзора для оценки проведенных ремонтных работ и выдачи экспертного заключения. Затем это экспертное заключение передается в лицензионную палату. Лицензионная палата выезжает, осматривает и дает заключение, что да, в этом здании возможно осуществлять медицинскую деятельность по заявленным видам. Я надеюсь, что это будет в идеале первый квартал 2021 года. То есть до конца года мы заканчиваем ремонтные работы, начинаем переезжать, получать лицензию. После ремонта в это здание переедут медицинские работники ныне действующего здания хирургии, терапии и скорой помощи. На прежних местах останутся родильный дом и туберкулезное отделение. Евгения Пащенко, Евгений Пилипенко, Новости, Тынды. 2 декабря срок уплаты налогов за 2018 год. Сумма долга будет расти каждый день за счет начисления пени. В межрайонной инспекции номер 7 12 декабря состоится Всероссийский день приема граждан. А 1 и 15 декабря пройдут дни открытых дверей. В рамках акции «Новый год без долгов» это 1 и 15 декабря с 10 до 15 часов вы можете подойти в налоговую инспекцию и узнать о своей задолженности. С 1 января 2020 года в силу вступает ряд изменений в налоговом законодательстве. Так у налоговой инспекции расширяются полномочия в части исключения налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей из единого госреестра. Это говорит о том, что если вы имеете задолженность и не отчитываетесь в бюджет, мы имеем право вас исключить из единого госреестра. Здесь есть один подводный камень, это что в течение трех лет со дня исключения вы не сможете зарегистрироваться вновь. Также внесены изменения в налоговом кодексе, которые касаются единого налога на вмененный доход. Изменения внесены по товарам, то есть если вы реализуете лекарственные препараты, если вы реализуете обувную продукцию, если вы реализуете изделия из натуральной кожи и натурального меха, вы не имеете права быть на вмененке с 1 января 2020 года. Также в статью налогового кодекса, в главу, вернее, 25.6 налогового кодекса внесены изменения. И нельзя применять патент, если, опять же, вы торгуете лекарственными препаратами. И последнее по патенту, это вы обязаны предоставить заявление до 31 декабря 2019 года. В 2020 году произойдет переоценка кадастровой стоимости имущества. Если вы с чем-то будете не согласны, не откладывайте в долгий ящик, а сразу подавайте документы в кадастровую палату. Напомним, если вы не оплатились за должность в срок, инспекция обратится в суд для взыскания. Далее судебные приставы могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника, арестовать его имущество или ограничить выезд за границу. Четверть века. Свой 25-летний юбилей отметила классическая гимназия номер 2. За 25 лет у учреждений образования накоплена богатая история. На сегодняшний день в гимназии обучается 904 ребенка. Коллектив состоит из 78 человек. Из них 38 – это педагоги. 5 человек – отличники и почетные работники образования. 13 учителей имеют высшую квалификационную категорию. 16 – первую. В честь дня рождения учебного учреждения в актовом зале гимназии состоялось праздничное мероприятие. С днем рождения коллектив и учащихся гимназии пришли поздравить первые лица города. Очень рады сегодня поздравить вас с этим замечательным праздником. В нашем городе появилась новая традиция – дарить праздничные сертификаты. Вы помните, наверное, летом нам губернатор подарил сертификат на стадион на 30 миллионов рублей. Мы решили тоже подарить сертификат. Директору гимназии вручается сертификат на установку 191 металлопластикового окна. Ура! От лица депутатов Тенгенской городской думы и от себя лично я также хочу поздравить вас с юбилеем 25-летия. Это круглая дата и очень приятно, что школа процветает и надеюсь, что будет процветать дальше. Дорогие наши гимназисты, сегодня нас всех объединил замечательный праздник – 25 лет нашей Тенгенской гимназии. Ежегодно из Тенгенской гимназии выпускается от 4 до 10 учащихся с золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении. Все выпускники поступают в высшие учебные заведения. За 25 лет общеобразовательного учреждения из Тенгенской гимназии выпустилось более 70 медалистов. Участие и победы в окружных городских федеральных олимпиадах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях и исследовательской деятельности говорят о высоком качестве образования в гимназии. Поздравить родное общеобразовательное учреждение пришли и выпускники прошлых лет. Я, конечно же, поздравляю весь педагогический коллектив с этим прекрасным днем рождения, со дня образования вашей гимназии, моей гимназии. На мероприятие чествовали ветеранов педагогического труда, ушедших на заслуженный отдых. Евгения Пащенко, Евгений Пилипенко, Новости Тенды. 24 ноября будет отмечаться Международный день матерей. Это праздник женщин, которые уже имеют детей или те, которые только готовятся ими стать. В Тынгинском родильном отделении в преддверии этого светлого праздника мэр города Марина Михайлова и председатель Тынгинской городской думы Игорь Магарламов поздравили новоиспеченных мамочек с праздником. Будем делать все возможное для того, чтобы вам хотелось сюда вернуться еще и еще и еще. Давайте нам много-много юных тынгинцев, а сейчас разрешите вам вручить скромные подарки. В 2019 году в Тынгинском роддоме на свет появилось 402 малыша. Почти поровну мальчиков и девочек. Эти молодые женщины стали мамами первенцев. Теперь День матери – это и их праздник. Ты что-то слышали, что ребенок не начал в роддоме в этом году рожденную? Поддержали в этот момент. Это правда подвиг героический, рожать ребенка для меня. Вот, все балланты, выхватывал тоже всем здоровым. Сила и слабость, женственность и мужественность, красота, дисциплинированность, ответственность. Всеми этими качествами обладают участницы городского конкурса «Леди в погонах». Красивые, изящные, умные. На сцену городского дворца «Культуры Русь» вышли пять представительниц силовых структур города. Три работницы налоговой инспекции номер 7, полицейский патрульно-постовой службы и стрелок вне ведомственной охраны. Ольга Урупа, Анна Гавриличенко, Виолетта Морозова, Александра Федяева, Наталья Павленко. В первом этапе девушки рассказали о себе. В жизни некоторые из них – нежные супруги. Трепетные мамы, дружат со спортом, увлекаются пением и танцами. В первом туре участницам предстояло блеснуть остроумим и ответить на вопросы ведущих. С этим заданием все справились легко. В третьем этапе хрупкие и изящные леди перевоплотились в мужественных и сильных дам, продемонстрировав навыки самообороны. В четвертом этапе леди в погонах продемонстрировали свои творческие способности. В данном задании девушки раскрылись совсем по-новому. Они уже не были строгие и дисциплинированные инспекторы-полицейские. Дамы пели, танцевали, рисовали. Сменив строгую форму и погоны на изящные наряды, девушки дефилировали в вечерних платьях. Пятый финальный этап назывался «Сила красоты». В итоге номинация «Мисс Абаяни» присуждена Анне Гавриличенко, «Мисс Доброта» Наталья Павленко. Почетное третье место заняла Александра Федяева. Старший государственный налоговый инспектор, референт первого класса. Серебро завоевала Виолетта Морозова. Сержант, полицейские отделения, патрульно-постовой службы. А победительницей жюри признала Ольгу Урупу, государственного налогового инспектора, референтом второго класса. Всем участницам конкурса «Леди в погонах» вручили дипломы и подарки от спонсоров. Евгения Пащенко, Евгений Пилипенко. Новости тынды. На работе и на сцене после конкурса мы встретились с победительницей «Леди в погонах» на ее рабочем месте. Ольга Урупа рассказала о самых интересных моментах участия в мероприятии. Кстати сказать, 21 ноября она с коллегами отметили свой профессиональный праздник – День работника налоговых органов. Победительница городского конкурса «Леди в погонах» трудится в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 7 по Амурской области в отделе камеральных проверок. Получив экономическое образование, Ольга Урупа поступила на службу в налоговые органы. Здесь она трудится два года. Сейчас девушка – государственный налоговый инспектор, референт второго класса. Говорит, на участие в конкурсе ее толкнула нехватка острых ощущений. Ведь работа инспектора предполагает серьезность и дисциплинированность. Мне кажется, в моей жизни очень хотелось каких-то больших эмоций. Как бы работа моя подразумевает, что мы каждый день выезжаем на проверки, все смотрим, проверяем документы. И когда положение о конкурсе пришло, меня как-то заинтересовал этот конкурс. Я хотела в чем-то новом себя проявить. И мне очень понравилось. На работе, конечно, мы очень серьезные, подходим к работе, потому что это требуется. Но вот поэтому на конкурс пошла, чтобы показать, что я не только как налоговый инспектор, еще как личность творческая. Где-то были организационные моменты организовать всех. И какая команда у нас была большая. Очень большое спасибо, хотелось бы сказать. И без них ничего бы не получилось. На утро после конкурса Леди в погонах проснулась, что называется, звездой. В коллективе коллегу встретили поздравлениями. Сама Ольга призналась, что ей помогла поддержка болельщиков. А самым сложным испытанием девушка назвала творческий конкурс. Тем не менее, она достойно справилась со всеми пятью испытаниями и стала победительницей. Очень старалась. Это большой опыт. Именно справиться было с волнением. Даже первые оценки, которые нам выставляли, я их не слушала. Я очень боялась. И вот когда назвали мою фамилию, я очень была в восторге. И для меня был какой-то сон, что как так, как так получилось. Но я все-таки старалась и думаю, что я достойна была победы. А сейчас мы предлагаем посмотреть вам новость из жизни молодежи нашего города. Юный корреспондент медиашколы Галина Пахарукова побывала за кулисами КВНа и узнала, как веселые и находчивые готовятся к своим выступлениям. Вот этот сезон, это будет год, как мы играем. Это просто эмоции, новые знакомства, дружба. Когда выходим на сцену, уже разогрались. Мы кайфуем от этого. Уже кайф такой получаем. Так хорошо как-то. Всем привет, с вами медиашкола. Я Галя. И мы находимся в ГДК Русь, где вот-вот начнется долгожданное событие для всех любителей юмора фестиваль Амурской юниор-лиги КВН «Юность БАМА». Пойдемте. Все мы привыкли, что КВН – это большой праздник. Но мало кто задумывался, что скрывается за его кулисами. А скрываются там творческие, амбициозные и невероятно веселые ребята. Быть КВНщиком непросто. Ведь, как известно, заставить человека смеяться намного труднее, чем заставить его плакать. Но этим ребятам с помощью своих наставников с легкостью удается придумывать шутки, которые смогут понять не только сверстники, но и люди более старшего возраста. Любовь к игре, к участникам и ко всем. К редакторам. А как вы думаете, смех продлевает жизнь? Конечно. Мы с почалкой «Дипкун» шутим второй раз, второй сезон. Буквально все время езжаем на КВН. Ну, шутим так себе. Что для вас игра в КВН? Какие эмоции вы испытываете, при выходе на сцену? Волнение, конечно же. Но когда выходишь уже порепетировавши, радостно. Надеюсь, что на лучшие эмоции и все больше алибо. Хорошо. А по вашему мнению, смех продлевает жизнь? Конечно. Хорошо. Спасибо вам огромное. Победы сегодня. Спасибо. Не переживайте. Сложно назвать этих ребят соперниками. Ведь все они давно стали одной, КВН-овской семьей. Здесь старшие помогают младшим. А когда приезжают команды из других поселков, это всегда радость встречи. Сразу бросается в глаза то, что среди КВНщиков нет похожих друг на друга людей. Все они невероятно разные. Каждый из них по-своему харизматичен. У каждого свои таланты. У КВН – это куча эмоций. Это вечные репетиции. Это вечная редактура. И, наверное, это счастье, когда ты выходишь на сцену и показываешь зрителю те самые сладкие сливки, которые за все это время ты отрепетировал. Ты что-то придумывал новое, другое, писал. И все эти нервы, они уходят. И ты просто такой выходишь и кайфуешь. Просто забываешься от этого. Это круто. Соперникам пожелаю, чтобы меньше вырезали шуток. Да, потому что это сложно писать шутки, придумывать что-то новое. И желаю, конечно же, всем победы. Ну, какой-нибудь там, далекой. Ну вот, месяцы подготовки позади. Зал полон, и ребята превращаются в одно целое. Они действительно получают удовольствие от игры. А лучшая награда для них – смех и аплодисменты зрителей. Яркие шутки, оригинальные пародии, масса улыбок и море позитива. Здесь мало написать удачную шутку. Нужно еще правильно ее подать. И КВНщики с легкостью справляются с этой задачей. Да, здесь нет похожих друг на друга людей. Но объединяет их одно – любовь к КВН. На льду крытого хоккейного корта спортивной школы номер один развернулись баталии между двумя командами. В матчах девятой ночной хоккейной лиги сразились Тындинский авангард и Благовещенский темп. Первая игра стартовала 16 ноября в 19 часов. Вторая – 17 в 10.30. Девятый сезон ночной лиги стартовал уже в более чем 33 регионах. На лед вышло почти 600 команд. Давай, братцы! Немного из истории. В 2001 году инициативная группа любителей хоккея создала городскую спортивную общественную организацию по развитию хоккея с шайбой «Авангард». Бабовский хоккей получил второе дыхание и стал развиваться более стремительно. Одновременно с созданием общественной спортивной организации была создана любительская команда «Авангард». В ее состав вошли игроки в возрасте от 35 лет и старше. Хоккеисты с северной столицы Преамурья поддержали проект российской любительской хоккейной лиги. Команда принимала участие в трех отборочных этапах Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Амурской области. В сезоне 2013-2014 годов «Авангард» стал победителем регионального турнира и представлял Амурскую область на финале третьего фестиваля по хоккею среди любительских команд в городе Сочи. Предстоящие выходные насыщены культурными событиями. Маленьких тынденцев 23 ноября в 14 часов приглашают в городской дворец культуры «Русь». Там состоится детская игровая программа «Зимняя сказка». В этот же день в 17 часов в драмтеатре артисты презентуют премьеру спектакля «Семейный портрет с посторонним». 24 ноября в 13 часов всех желающих приглашают в городскую библиотеку на выставку мастеров декоративно-прикладного творчества под названием «Рукодельный вернисаж». В рамках мероприятия состоится мастер-класс по изготовлению роз и с файмираном и основа вязания крючком. Кроме того, в эти выходные можно посетить показы таких фильмов, как «Форд против Феррари», «Аванпост» и «Мультикино». 23 и 24 ноября на лыжной базе пройдут открытый чемпионат и первенство тынды по лыжным гонкам. Начало в 10.45. На этом пока все. Выпуск для вас подготовили Евгения Пащенко и Евгений Пилипенко. До встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!